Субтитры сделал DimaTorzok Пока это самое красивое место в городе, которое я смог найти Все остальное выглядит значительно хуже в разы Это центр города, естественно, старый Это здание администрации Ну, естественно, все это строили под руководством французов Все остальное сейчас посмотрим Это так называемый, ну, можно назвать, наверное, старым городом, я думаю, да? Обратите внимание на одежду Про погоду, про климат сейчас расскажу вам Вот, собственно, если вы были тут, то более красивого места в Антонариву вы уже не увидите Все остальное выглядит раз в сто хуже Ну, здесь довольно приличненько все так Да, пока В общем, я нанял водителя, который говорит по-английски, нашел с трудом тут же французский Вот, а он говорит, я не могу сразу и разговаривать на английском и рулить Поэтому он позвал папу И пока покупал кофе, папа заглушил двигатель, но оставил включенные фары И у нас всем аккумулятор Сейчас поедем Итак, смотрите на городок Ну, как городок, 2,5 миллиона населения Мегаполис Я пока расскажу свои впечатления То есть я ни в коем случае не претендую на экспертность Но, с другой стороны, я довольно много путешествовал И, мне кажется, умею быстро оценивать ситуацию Ну, чуть быстрее, чем обычный человек, который мало путешествует Вот, насколько мне понравилось сразу на Нозе Би Настолько же мне пока не понравилось Я в сутки тут уже пробыл В Антонариву Во-первых, интересный момент, когда я летел Оказалось, что... Посмотрите карту Мадагаскара Да, как называется, геодезическую Не политическую, а геодезическую Где будет видно хомики, джунгли и всякое такое Вот, посмотрите карту По центру острова проходит огромная гряда горная И там люди не живут Там какие-то странные глиняные горы Метров по 300-200 высотой Между ними нет никаких долинок И там ничего нет вообще То есть, это необитаемая территория Получается, довольно большая часть острова В принципе, необитаема Потом Антонариву стоит на пото Пото расположено высоко И на нем просто нереально плодородная территория Просто нереально вообще Я летел на самолете Я... Ну, я не помню, когда я видел настолько плодородную землю То есть, все утопает просто в плантациях И они многоярусные И вообще везде И от горизонта до горизонта То есть, очень плодородная земля В этом плане повезло Здесь вы видите по одежде людей Да, очень приятный климат То есть, здесь температура падает до 19 градусов И поднимается до 25-26 Очень-очень комфортно Очень комфортно Ну, вот сейчас у нас где-то 10 утра Видите, народ в куртках Сейчас где-то градусов 22-23 Ну, прям, мне кажется, самая комфортная температура вообще для проживания Да? Днем она поднимется где-то до 25-6 К утру падет до 20 примерно Значит, и из-за того, что здесь прохладно Здесь нет малярии практически То есть, ее очень-очень мало В отличие от тропических низин жарких Но, вот кроме климата Мне не понравилось больше ничего Вся застройка малоэтажная То есть, все 2,5 миллиона живут в частных домах Одна-двух, максимум трехэтажных Это мы сейчас приезжаем, типа, старый город И то он выглядит так себе, да А дальше прям полный мрак Сейчас буду снимать и вам показывать И, соответственно, все минусы, негативные черты Присущие большому городу Здесь все прям очень ярко выражено То есть, я вчера приехал Сразу в глаза бросаются бомжи, наркоманы, попрошайки Куча проституток каких-то затертых Ужасных, вообще отвратительных И много мусора Значит, в отеле мне посоветовали Не ходить в ресторан Потому что могут ограбить Сейчас я начал снимать Достал телефон, открыл окно Мне сразу водитель сказал Пожалуйста, закрой окно Потому что у тебя окон просто выхватят Прямо на ходу Вот И я не расист, но люди тут выглядят как-то тоже странноватенько На мой взгляд Даже на взгляд антрополога, любителя, да Вон идут дети Это такие малолетние И грабители, и воришки Попрошайки сразу Все, три в одном А здесь смешались все со всеми То есть, здесь они выглядят как негроиды Азиаты, индусы, арабы, европейцы И как-то обычно Когда смешиваются разные люди Это красиво, да Здесь почему-то это выглядит как-то некрасиво Есть, конечно же, островки уюта То есть, я вчера шел-шел Несмотря на то, что меня запугали Сказали, не ходи никуда Езди только на такси Я шел-шел И нашел очень уютный отельчик Там внутри в отельчике Был ресторанчик С бассейном, с фонтанчиком Там птички, цветочки цветут Все приветливые Но это, знаете, такие островки То есть Островки уюта, а между ними ужас Вот, ужас Сейчас поедем Дальше буду вам показывать Но это первое мнение Опять же, может я его изменю через пару дней Но пока все выглядит Вот так довольно Не очень, скажем так Так, снимаю из-за забора Пошел дождь, неохота идти в парк Это у нас статуя Значит, это статуя героям войны Памятник героям войны Которые погибли во Второй мировой То есть, мадагаскарцы участвовали во Второй мировой Потому что они были под французами Сказали, что погибло много народу Возможно, даже 3000 человек Вот им памятник такой стоит Большая часть города выглядит вот Примерно таким образом То есть, совершенно хаотичная Малоэтажная застройка И вот так вот Два с половиной миллиона человека Представляете Ну, то есть, как-то прям Не знаю Совсем не очень Похоже на какой-то Бангладеш или Индию Но только с хорошим климатом И без малярии И очень-очень-очень много Подозрительных личностей Трется везде вообще Стоят, сидят, лежат Бомжи, алкаши Все в наличии Вот, смотрите Типичная, совершенно Картина Антонариву Вот так вот выглядит Вон, горы мусора И там тусят Ребята В общем, что-то мне пока Не очень Ну, вот еще тоже Такой типичный райончик В принципе, тут все Совершенно одинаковое Все на одно лицо Ну, и, кстати, вот Из-за того, что Нету жары Есть пешеходы В Таиланде-то Вы, наверное, обращали внимание Пешеходов нет Почему? Потому что очень жарко, да? А тут вон Люди ходят пешком И немало Но красивее От этого не становится Совершенно никак Мне, кстати, кажется Что я простыл Из-за погоды дождливой Выехали, наконец-то, за город Тут покрасивше Рисовые поля Это вот те самые Подородные Подородное плато Да? Про которое я говорил Тут еду Производят Круглый год Несколько раз в году Постоянно Это, конечно, очень круто В этом плане Не повезло Ну и там Домики выглядят Чуть получше уже Больше похоже на домики Я не понимаю Зачем люди живут в городе Если за городом комфортно жить Это, конечно, очень странно Приехали в национальный парк Где-то час езды От Антона Риву Сейчас погуляем Радуют Очень хвойные деревья И даже пахнут Приятно Ну и растительность такая Впечатляющая В принципе Все очень зеленое Сейчас погуляем Посмотрим, что тут есть Тут вот речка А за речкой деревенька С рисовыми плантациями И вот в деревеньке Уже посимпатичнее Все Чем в городе Намного Даже странно Что вот почему Они же могут Вот нормально жить А в городе Какой-то ад вообще И смотрите Вот эта вот деревня Это прям традиционная То есть Это традиционные дома Их строят из сырого кирпича Вот как у Масаев Вот эти хижины Из навоза И глины Да Вот такие дома строили всегда Видите Нет окон И они очень маленькие Крыши соломенные Вот такие дома Судя по утверждениям Историков Строили Ну много-много веков То есть Это Период до колонизации То есть Это традиционные Малагасийские домики Говорят, что там внутри Какое-то особенное устройство Как-то На три ступени Все разделено Я попробую попасть Внутри такого домика Если увижу Попрошу Чтоб пустили Сниму внутри А почему нет окон Как вы думаете Скажу вам Потому что Все со всеми Воевали всегда Да И собственно Каждый дом Это крепость А окна В крепости Это лишнее Совершенно Они там не нужны Так Немножко про речку Хочу вам рассказать Это не грязь Здесь нет промышленности Нет фабрики Химических Каких-то И всего остального Это как раз Вот этот вот Цвет воды Бурый такой Это залог успеха Сельского хозяйства То есть Это микроорганизмы И Минералы Которые смывает вода Планктон речной Да И минералы Вот собственно Они оседают Во время разлива Сейчас начались дожди Сейчас сезон дождей Река разольется Вылится Вот на То есть Поднимется уровень Вот сюда вот Вылится она Где-то вот Наверное до этих холмов Я думаю Вот сюда Ива сядет И все Удобрится Это самое Лучшее удобрение в мире Плюс еще оно и бесплатное Собственно За счет Вот этого Бурого Цвета воды Они собирают Несколько урожаев Риса в год Сочетание разных Кактусов Тропических Цветов И сосновых Вернее Хвойных деревьев Это конечно не сосна Возможно Впечатляет То есть Такого мало Где можно Увидеть И сейчас кстати Довольно прохладно Но где-то градусов Наверное 20 я думаю Примерно так Здесь много растений Эндемиков Которых больше Нигде не встречается Вот например Какая-то очень странная Штука Даже не знаю Что это такое Где-то Часа два Нам идти Я сказал Что я люблю Все про животных Если что Есть интересного Чтоб все показывал Ну и опять же В парке Кроме меня Нету никого Ни одного Туриста Вот Это Благодаря Ковиду Вот кстати Молодой Баобаб Маленький Совсем Вот Баобаб Но он Где-то Метр шестьдесят Ростом Вот этот Он маленький Совсем Вот моя рука Вот он рядом Ему 45 лет Прикиньте Баобаб Очень медленно Растет И живет Очень-очень долго Так Тут у нас Лемур С ребеночком Называется Танцующий Лемур Потому что Они странно Прыгают Довольно Смешно Выглядит О Их там Много В этом парке В отличие От того Где я был На Нозе Би Их Не подкармливают Вообще Совсем Поэтому Они Не такие Добродушные Они Как бы Вроде Не боятся Но И еды От нас Не ждут Он Что-то Говорит Еще Вот Который С детенышем Я спросил Что этот парень Делает Вон тот Который С ветками Гоняет Сказали Что им Завезли Сюда Нового Лемура И у них Тут между Собой Началась Грязня Он Их Разгоняет Чтоб Они Не погрызли Друг Друг Старые Ну Типа Дедовщина Старые Грызут Нового Этот парк Национальный Окружен Речкой А Они Не могут Плавать И вообще Воду Не любят Поэтому Они Не могут Отсюда Никуда Свалить Вот Парень Мне Сказал Что Эти Танцующие Лемуры Питаются Листьями И Ягодами И Они Вообще Не пьют И им Вода В принципе Не нужна Они Берут Влагу Только Из Листьев И Из Ягод Это Круто Приспособляемость Восьмидесятого Уровня Вот Это Место Где Им Нарезают Эти Листья Приносят Но Я До конца Не понимаю Нафига Если Они Вокруг Так Растут Везде Какой В этом Смысл Непонятно Они Что-то Еще Там Похрюкивают Типа Им Самим Лень Рвать И Поэтому Они Значит Да Блин Они Так Прыгают Быстро Не успеваю Снять Вообще Они Выглядят Конечно Няшно Но Мозг У них Крайне Маленький И Они Не Очень Развиты Не так Как Приматы Собственно Собственно Поэтому Они Проиграли Приматам Гонку Вооружений Везде Где Приматы Появились Но Что-то Не особо Они Голодные Лемуры Заявил Байт Они 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 Будут Примат Они Примат Они Лучше не трогать Могут Куснуть Потом Делать Всякие Прививки От топников ну так милый конечно так это другой вид черно-белые лемуры похожими движат мы видели таких рыженьких эти черно-белые вот за этим точно да вон они грибы собирают грибники он что иногда им дают фрукты вообще они типа грибы ищут видите тут люди их напрямую не кормят поэтому они нет не подбегают но это и правильно он говорит что здесь в этом парке цель их разводить и выпускать на природу вот что по если они будут ждать от людей еды и будут привыкшие к людям это может привести к чему они будут выбегать там на дорогу например или к людям он тоже что-то произносит вон я думаю что при местной важности температуры температуре грибы тут растут постоянно каждый день поэтому найти грибы у них проблем никаких нет совершенно так идем дальше вот я уточнил у него один момент но для меня интересный змеи на мадагаскаре не давит и я говорил до прошлый раз но он сказал что это не совсем так у них есть яд но клыки или зубы которые содержат яд у них находятся очень глубоко во рту и они когда жертву заглатывают только тогда уже впрыскивают яд и когда она кусает человека она не может как бы укусить теми дальними клыками ужалить вот поэтому вроде как ядовитые они но человека укусить впрыснуть яд она не может она просто кусает его зубами без яда поэтому умереть от укуса любой змеи на мадагаскаре нельзя ну и вот он подтвердил да что на плато где находится антана риву и где мы сейчас ездим нету малярии потому что здесь слишком холодно для марийного комара и в принципе кроме крокодилов других опасных животных здесь нету приятное местечко если бы конечно они вот эти все гарли мы не настроили но в деревнях поселках где мы ехали выглядит все довольно симпатично и опрятно сейчас будем ехать дальше я специально где-нибудь приятно деревеньки остановлюсь покажу вам увидели хамелеона который поменял свет на нужный и сидит охотиться это я руки держу ровно это ветром колышет траву на которой он сидит вот прям дикой природе настоящий этот вид лемуров мы еще не видели он прям совсем няшный ну повернись нам не хочет с нами общаться сейчас обойду ну там вы против солнца а так против солнца получается этот толстячок еще и прыгает чуть попискивает там даже блин против солнца конечно неудобно снимать как есть извиняйте сейчас чуть-чуть обойду а лучше будет видно в прикольный получается он как панда питается бамбуком так идем дальше кстати я два часа уже хожу если вы думаете что они тут прямо один за одним сидят на ветках на на каждой второй ветке это не так мы прям реально ходим их ищем вот еще один хотя бы на нас внимание обратил спасибо это как-то пободрее может более голодный все на тут кучка разбойников на мусорке промышляет а нет это не мусорка это кац вода сейчас обойдем я надеюсь он сначала предупреждает потом нападает если слишком близко не он решил отойти а за и плеви сейчас и он от спросил они когда-нибудь играют сами друг с другом он говорит да я не видел в основном они просто или едят или просто сидят они выглядят как интеллигенты ребят молодцы вот этот парень вон в голубой бейсболки бегает с едой туда-сюда спрашивать что происходит он объясняет что они привезли нового лемура в эту группу тоже хотят внедрить ну чтобы они его приняли они его подманивают а он боится от них убегает они пытаются его бить этот парень пытается бить всех в общем работают молодцы то есть заботиться даже о каждом лемурчике то есть могли бы бросить его там а да он группе не это не сжился с ними и помер да они убежали вот они прям реально заботятся идем вон в ту симпатичную деревеньку от меня убегают дети бегут по дороге ну это ж модно бояться иностранцев а вот это вот травка это маниока это сладкий картофель вот так вот он оказывается растет он такой розовый водянистый не очень приятного вкуса ну и кстати в плане хранения он не хранится совершенно он очень быстро так как он водянистый он очень быстро начинает пропадать но видите видимо в этом климате лучше растет чем наши картоха ну смысле наша американская картоха поэтому выращивать его местная прачечная вот они тут же делают кирпичи из ила тут же делать кирпичи из ила и вот у них постирушки но в принципе ничего ужасного он тоже нормальный домик ничего ужасного в некоторых районах россии до сих пор так стирают хочу вам еще кое-что показать смотрите рисовые поля разного цвета да что это обозначает вот смотрите здесь только высадили да вот тут уже почти скосили здесь растет здесь созрева почти это значит что такой вещи как сельхоз сезон не существует все высаживают выращивают когда хотят вот такая ситуация называю климатическая халява ну и мы вот почти пришли в деревню в деревне нас уже все увидели он со всех окон смотрят сейчас зайдем спросим можно ли в доме поснимать в каком-нибудь пришли в деревню это вот прям домики которые они строят веками а возможные тысячелетиями сегодня пойдем музей там разберемся я заметил интересную штуку а ну во первых вот тут это собрались уже зрители и все с ужасом смотрят вот они сами делать кирпичи из ила да вот кирпичи складывают дома но блин они оказывается без раствора я такое не видел раньше это очень странно раствора нет все дома собраны вот так вот просто как бы за счет своего веса не держится и снаружи обмазывают глиной но это прочность это не особо добавляет мне кажется это опасно спросил были ли завалы говорят не было но видимо здесь сейсмической активности нет никакой вот сейчас договариваемся чтобы показали дом изнутри но естественно все боятся сейчас может найдем какой-нибудь алкоголика просто ему пивка почему дома такие маленькие объясняя потому что в этом климате он большой общество лет не нужен что дома делать на улице тепло хорошо тут даже вон в этом климате прохладно он манга растет поэтому дом это место где ты ночуешь и где на тебя не падает дождь когда он есть это все это все функции дома ну и собственно видите здесь еще такие вот заборы обязательно и дома без окон практически или с маленькими окнами да вот например в этом фиолетовом ведь сколько окон ну то есть еще оборона когда война какая-то межплеменная идет он тетя высунулась нами разговаривает а можно оттуда стрелять из лука например большой дом строить можно это ничего не стоит потому что кирпич бесплатный получается да но он просто не нужен и все в этом климате большой дом огромный огроменный не нужно это лишняя трата сил все должны с утра вставать идти работать на поля потому что сезон всегда зашли во дворик сейчас пойдем тут везде цветочки спросил кто занимается цветочками он сказал что они сами вон у нас зрителей сколько смотрите вот опять же ничего плохого не хочу сказать но жители все не симпатичные такие какие-то непонятные это папайя это мы знаем она везде папайи в африке папайя это вот здесь есть сладкий картофель тоже мы знаем такое окей open the house please open the house please домик маленький маленький но почему он такой маленький уже говорил так сейчас я на 5 поставлю стоит тут комнатка там какой-то миксер и мейки музыка вот диджей вот еще комнатка в принципе все нормально по-человечески ничего но вполне так живут сеньки вери матч пицца не соча не соча не соча не соча вполне норм домик ничего такого прям ужас ужас кошмар ничего такого нет все хорошо я думаю раньше не было мебель у них а вот а все остальное как тысячи лет назад скорее всего это мы узнаем в музее такого цвета мы еще не видели прикольный и и и и и и и он и и и ч и куда вы Вот домик типичный, вот эту часть обмазали глиной, а эту так и оставили, и она без разного расслужена. Это странно, конечно. Возвращаемся обратно в деревню, извиняюсь, в деревню, в Гарлем, вот, хочу посмотреть музеи, что там в музеях показывают. У меня есть подозрение, что там будет все только на французском, но надо все равно глянуть. Вот, значит, почитал, что мы на высоте 1200-1450 метров, и Антонариеву переводится с Малагасийского как тысяча поселений. Ну, то есть, видите, здесь очень подородные вот эти разливы рек, да, плюс нет малярии, поэтому тут всегда все хотели жить, и я думаю, что, ну, судя по внешнему виду людей, тут всегда жили все. Арабы, индусы, эти азиаты, индонезийцы, которые заселили повторно, и все-все остальные, поэтому все смешано. Вот, ну, выглядит так, да, не очень красиво, продолжает выглядеть городок. Вот там те самые Гарлемы. И опасненько, мне водитель опять говорит, мы подъехали в город, он говорит, прикрой окошко, а то могут у тебя айфон выхватить из рук. Едем в музей. Музей в живописном местечке находится на холме как раз. Тут три холма вообще в Антонариву, и короли местные жили на холмах всегда. А вот это все до горизонта Гарлем. Ну, на самом деле нет, там есть полно богатых домов, но совершенно хаотичная такая застройка, да, мне не очень нравится. И вон там дальше начинаются уже подородные поля. Вот, сейчас пойдем смотреть музей, вот тоже подородная долина. Сейчас пойдем смотреть музей, и вроде как тут даже есть что-то более старое, историческое, в плане зданий, до колониальный период. Ясно, что вот эти все церкви, это все колониальный период, это все французы строили. Или кто был до французов, сейчас я почитаю, расскажу вам. Так, вот у нас здание музея, и он, к сожалению, блин, закрыт. Но интересно, что его построили в 1870 году, и это вообще была резиденция премьер-министра, которого здесь англичане посадили. Ну, вообще, Мадагаскар сначала был английской колонией, потом французы, англичан отсюда вытурили и рулили сами. Вот, здание красивое, но, видите, музей, к сожалению, посмотреть не удалось, сейчас пойдем какие-то еще старинные здания посмотрим. Говорящего парня, он говорит, вот эти вот два дома деревянных, вот красненький, вот этот вот, и зелененький. Вот так раньше выглядела вся столица полностью, король, который здесь жил во дворце в каменном, или в кирпичном. Сейчас мы пойдем его дворец смотреть, но этот дворец, конечно, новодел, 19 век. Он запрещал простым людям строить каменные дома. Почему? Ну, потому что вот такой деревянный домик, нефиг девать, штурмануть, да, если что-то не так, человеку что-то не нравится, он против. Кирпичный домик отправил солдата, они его разломали или, не знаю, сожгли, и все. А если у человека, у какого-то местного каменный дом, да, он может там держать оборону несколько дней, а то и пару месяцев, если у него там вода есть. Это невыгодно. Но, собственно, я бы тоже запрещал. То есть вот эта вся долина раньше была полностью в таких деревянных домах. Местные короли категорически запрещали строить каменные или кирпичные дома простому населению. И правильным. Я бы тоже делал именно так. Пошел дождик. Здание суда построено в 19 веке. Ну, то есть свежачок для местной королевы. И вот он говорит, что почему такой стиль колонны без стен, чтобы все было открыто и все судебные заседания шли в открытую. То есть все, кто хотел, могли прийти и послушать. Ну, то есть довольно символично, да. Тут довольно любопытная фреска. Она современная, но очень много моментов культурных показывает. Я сейчас вам немножко расскажу, ну, кому любопытно, да, о культуре. Это, значит, первые колонисты, ну, или поселенцы. Они все приплывали на вот таких долбленных лодочках. Значит, считается, что здесь, естественно, сначала переплыли африканцы, потом переплыли индонезийцы или малазийцы, они их тут называют. Я об этом говорил, да, что очень-очень давно они приплыли сюда. И массовые переселения здесь были индусов. Но тут изображено, как будто бы индус приплыл. Индусы начали колонизировать и массово заселять Мадагаскар в 9 веке. Вот как-то про индийских колонистов, индийскую колонизацию Африки мы очень мало знаем, да. Здесь изображено, что вот первая торговля была натуральным обменом. То есть это вот сахарный тростник обменивают, например, на рыбу. Так, дальше. Тут любопытный момент. Они, как и на Бали, несут вот они труп. Человек умер, да. Значит, они закапывают труп. Потом у астролога спрашивают, когда нужно. Он говорит, и через несколько лет его выкапывают. И устраивают праздник с танцами и плясками. Нужно обязательно веселиться, смеяться, плясать. И приносить жертву животных. Вот этот момент изображен. Плакать нельзя. Это плохо для семьи. Ну, типа bad luck. Плохая удача, да. Далее здесь изображены важные моменты жизни. Это скотоводство. Ну, то есть вот местные ковбои ловят коров, охотятся на них и всякое такое. Вот здесь тоже момент интересный. Оказывается, у них есть своя борьба. Сейчас я спрошу. Как ты называешь martial arts в Мадагаскаре? Как ты называешь, я забыл. Муранги. Муранги. Называется... Называется Муранги. Надо будет загуглить. Почитать. Может, какие-то видосы есть. Перед свадьбой кандидаты в женихи между собой борются, а невесты смотрят на результат. Кто победил, тот и молодец. Тот получает невесту. И вот паренек, который все это мне рассказывает, он говорит, что на юге Таиланда, блин, на юге Мадагаскара все еще эта традиция осталась. Так, дальше. Здесь в другом районе, в другой провинции, когда человек умирает, приносит в жертву корову, опять же, зебу их тут называют, делают такой каменный постамент, а я увидел на старых фотках, и рога там складывают. То есть могилы выглядят немножко не так, как у всех. Здесь момент суда. Значит, два оппонента держатся за копье. Это типа копье судьбы. И тот, который проиграл суд, его присудили к смертной казни, вот он, он выпивает отвар из ядовитой травы специальной и должен умереть. Если он не умирает, ну, допустим, его стошнило, его убивает этим копьем, копье судьбы, которое. Дальше. Баобабы. Оказывается, Баобаб, это переводится как отец леса. Father of forest. Потому что он огромный и живет очень-очень долго. Да, вот они. Баобабы. А вот. Кстати, Баобаб, это не местное, не мадагаскарское название. Название пришло из Сенегала. И отец леса, он на Сенегальском называется. А вот идет мальчик, и за ним идет его мама и в руке держит коробку. Эту мальчику сделали обрезание. Значит, то, что отрезали, положили в коробку, потом это все завернут в банановые листья, испекут, и это все скушает самый старый член семьи, дедуля. Это, типа, хорошо для семьи, приносит удачу. И семье, и мальчику. Но тут человек убегает от крокодила, это все понятно. Здесь народные и национальные танцы. А вот, а тут, вот с этого момента начинается период французской колонизации. Они с собой привезли много стрелков из континентальной Африки как поддержку, помощь. То есть тут африканцы тоже угнетали африканцев. Ну, это музыканты. Вот идет у нас какой-то товарищ в треуголке, понятно, что француз. А тут церемония несут последнюю королеву Мадагаскара. Уже во французских одеждах уже они перешились. А здесь уже едет на коне с почестями, звон с зонтиками, с охраной. Охрана явно африканская. Да, то есть товарищ из Африки. Едет первый французский премьер-министр. Тут идут перед ним вооруженные люди, музыканты, танцоры и все-все остальные. А это, типа, местный двор. Перед ним встал на колени. И вот он говорит, что в конце тут дверь открыта. Это значит, что история еще не закончена. Она будет продолжаться. Ну, очень прикольная идея. Мне нравится. Идем дальше. Смотрим, что нам еще покажут. Запретили снимать дворец местного короля. Ну, понятно, что это тоже 19 век. С фронта, со входа запретили снимать. Я не понимаю, почему. Что там такого? Вот. 19 век. Понятно, что французский стиль. Там на входе стоит римский орел. Французы привезли, типа, позолоченный. И фаллический символ, как символ власти и силы. То есть, видите, опять у нас везде члены. Вот. Во всех мировых культурах. Здесь жил, типа, последний король, резиденция короля Мадагаскара. Но ясно, что это уже был ставленник французов. То есть, был французский министр, который на самом деле рулил всем, да? И был, типа, король. Ну, местные привыкли, что должен быть король. Ну, вот вам король, пожалуйста. Король делает то, что говорит французский, например, министр. Ну, в принципе, дворец симпатичный. Мне нравится. Внутрь пускают, но снимать нельзя. И там прям охранники ходят и контролируют ситуацию, чтобы не снимали. Обидно. тут вот еще видок на вот эту вот хаотическую застройку. Блин, как они ориентируются, мне интересно. Ну, и вот реально, да, я верю, что по 3 миллиона здесь населения. Очень много народу. 4 миллиона живут здесь. Ты думаешь, 4 миллиона? 4 миллиона. То он говорит, что 4 миллиона. Да, я думаю, что в этом, во справочниках устаревшие данные. 4 миллиона, да. Похоже на то. И вон тот самый памятник, который он показывал погибшим во Второй мировой войне. Трем тысячам человек. Обошли дворец с другой стороны, чтобы хоть что-то снять. Там не дают охранники снимать. Но тоже не особо. поснимаешь. Мои любимые крестики. Символ плодовитости у скотоводов каменного века. Тут тоже увидели хамелеона. И причем этот вид я еще не видел. Вот он сидит. А, это уже взрослый. Он маленький-маленький. Он сантиметров в шесть длиной где-то. Ну вот, не зря погуляли. Так, это был самец, а вон там ходит самка, видите? Блин, это у меня максимальное увеличение. вон она. Вот она вылезла, красивая. Что-то у них как-то наоборот, неправильно. Обычно самцы красивые, а самочки невзрачные у всех на планете Земля. А тут как-то все не так совсем. школьники идут. Алло, хорошая гуля. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Он говорит, что... Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Вот то, что я ищу и то, что мне нравится. Это доколониальный период. Тут была старая крепость. Вон дальше стена уходит. Но уже там ничего не осталось от стены почти. Это примерно... Пятнадцатый век считается. То есть сюда еще не попали никакие европейцы. Ну, может быть, где-то на берегу они уже и были там чуть-чуть. Но тут на плато в центре никого не было. И вот такой яркий пример. Это крепостные ворота каменного века. То есть никакого железа они не знали, потому что его здесь просто нету. Руды. Вот, собственно, прикольно. Дверь такая... Сколько тонн? Двадцать весит, наверное, да? Закрывали ворота, если что. Очень круто. Я вот такого, например, не видим. Молодцы, что сохранили. Тут старая застройка на холме вокруг дворца. выглядит более-менее норм. Вот. И тут такая очень красивая готическая церковь. Строил архитектор из Шотландии. Тут еще кусочки старых крепостных сооружений. Но это уже французский период. И вот старый французский дом. Это дом местного французского начальника золотодобытческой или как правильно компании. Оказывается, здесь французы добывали золото в больших количествах. И оно все еще осталось. Но ехать до него 500 километров по бездорожью. Это примерно трое суток на машине трястись. Я когда сюда на подольше приеду, я обязательно заеду. Ну а это он же построил для народа для народа церкву. Еще одну. Нет, чтобы построить больницу хорошую, например. Все строят церкви. У нас состоялся интересный разговор с этим пареньком, который мой гид. Я говорю, слушай, а почему я нигде не видел мадагаскарцев или малагасийцев за границей? Вы куда-нибудь вообще уезжаете? Он говорит, да, мы уезжаем. Много куда? Много малагасийцев живет в Германии. Много живет во Франции. Но, говорит, у нас просто такие лица, что у нас невозможно запомнить. И язык у нас такой невзрачненький, незапоминающийся. Поэтому ты нас точно видел, но не обратил внимания. Я подметил. Вот интересно, да, что на Нозе Би вроде тоже мадагаскар, но там внешность у людей, ну они там как-то посимпатичнее реально. И тети, и дяди более выразительные. А здесь они прям совсем как-то выглядят. Ну не то, что непривлекательно, ну так вот, никак, скажем так, да? Никак. Сейчас покажу вам еще одну церковь. Сколько же денег на церкви человечество угрохало? Это, представьте, если бы все это вложили в науку, да? Мы бы уже давно жили в какой-нибудь экологически чистом, в экологически чистой цивилизации. Вот еще одна церковь. Вот зачем их столько надо было строить? Построили бы университеты на каждом шагу. Жили бы сейчас совсем по-другому. Нет, надо строить церкви. Вот дом легендарной личности, по легенде, это первый француз. Ну дом там уже все, его, видимо, не реставрируют. Первый француз, который прибыл на Мадагаскар, и он сделал что? Он Лаборде. Мейсон Джан Лаборде. Он женился на королеве всего лишь, на королеве Мадагаскара, и он ей дал мушкеты, порох, пушки, ну в смысле не ей, а вообще привез с собой, типа это стало его, то есть объединением, частью его собственности, да? Неплохая такая это, неплохой союз. Еще один попался. Ага. Ты думаешь, это женщина? Просто тело, высота и цвета. Может быть, просто ешь слишком много? Нет, нет, нет. Нет? Он говорит, что это беременная самка, может просто самец обожрался. Он, смотрите, какой быстрый. О-о-о-о-о-о. С огромной скоростью передвигается. Просто этот, скороход. Так, мы приехали, это где-то 200 км от столицы. Мы приехали в государственный центр по разведению и сохранению хамелеонов. Сейчас посмотрим, что тут у них есть. Вот, они были сильно удивлены, потому что иностранцев давно тут тоже не видели. И, значит, погуляем. А, вон, кстати, значок у них. Оп. Погуляем, сейчас посмотрим, что тут к чему. Фуя запыхался. Мы прошли по джунглям, наверное, минут 20-30. И у нас есть манго. 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 Уанго. Сифака. О, а там еще другие подтянулись. Здесь оса сифак у нас? А, шапель, шапель. Это, наверное, что-то по-французски. вообще приехал смотреть хамелеонов прикольно каждый должен получить булочку вообще не очень культурные обезьяны вон обычно это скалятся ругаются между собой дерутся эти себя хорошо ведут так берем и прям так берут аккуратненько что-то нет не куснуть кто смелый подходите вот давай ты надо этих сифаки видите более воспитанные они ушли он ведь что этих много надо покормить сифаков ведь сифаки воспитанные ждут сторонки культурно сифак сифак бери молодец ну чё ты неловкий такой а вон сифак еще сидит сейчас дам ему отлично спортсмен так но это можно бесконечно конечно снимать сейчас еще вон того покормлю и пойдем и пойдем смотреть хамелеону лес очень красивый ну будешь брать нет нормально вообще нормально молодец ладно вот это мадам супер очень мне нравится прям огромное количество их но территории ничем не огорожена вы понимаете да что это просто лес и все вот это по сути дикие животные мы зашли сейчас я дверь закрою чтобы они не сбежали тут такой типа павильончик которым разводят хамелеонов очень красивые тут коряги всякие вообще тут смешанный сосновый тропический лес очень влажно ничего себе заибает он от не а так но этот как две ладони размером где-то он а он прячется от меня за этой коряжкой и и и и и но вот а но он говорит что вообще его можно на рык играть и что они в принципе не кусачи совсем что сжимать его нельзя трогать можно сейчас у насчет съезжать вниз чтобы от меня спрятаться огонь очень круто прям здоровый то о чем я мечтал самого детства поиграть с хамелеонами сейчас это разберут это более бодрый пантер есть бигуан из парсонс из калума парсонс калума парсонс я думаю что тоже скорее всего на французском название похож на тех что мы смотрели на нозе би но насколько понимаю это другой вид еще он говорит но они мне объяснили что сейчас сезон дождей поэтому они яркой расцветки у них брачный период сейчас так что нам повезло он говорит что они часто бывают бурыми или серыми сейчас они раскрасились ярко сейчас попробуем покормить кузнечика насадили на палочку схватит или нет что-то он пока стесняется боится телефон не любит чтобы его снимали видите куда-то рванул на дерево ну давай ну все тут стесняшки прям такие стесняшки бояшки что-то он вроде обратил внимание на кузнечика о опа приятного аппетита бон аппетит так сейчас я попробую покормить его немного блин где кузнечик то мадагаскарская древесная лягушка ну хорошо жевать молодец огромный бон аппетит месье хамелеон мадагаскарская древесная лягушка они раздуваются когда опасность чтобы выглядеть побольше покрупнее вообще яркие должны быть ядовитыми но эти не ядовитые прикольно сотрудник сказал что они выпустили для размножения хамелеонов на окружающие деревья что они на этих деревьях так и сидят сейчас попробуем что никого-нибудь найти но не факт что получится они очень хорошо маскируются сейчас минут 15-20 посмотрю если найду никого поеду дальше сегодня еще много чего есть посмотреть не нашли мы обошли тут все опушку зато я вижу такие прикольные цветы и гекконов мы знаем здесь зеленые в таиланде бурые желтые все одинаково совершенно я хотел показать смотрите хвойное дерево и пальмы рядом очень прикольное сочетание так все пока едем дальше интересно где еще на планете земля можно увидеть вместе упавшие сосновые шишки и переспевшие плоды манго и второй вопрос я сейчас спрашивал сотрудник почему тут очень много манго валяется прям завалено все переспевшие падают очень красивые деревья манго здесь такие смотрите нордические такие поросшие мхом и очень много падок висит и падает гниет и лемуры почему-то сюда не прискакивают и не едят но в лесу они с удовольствием принимают их в дар они к сожалению не понимают вопросы не могут понять а по-французски я не не того не парле франце очень красивая тут природа не перестаю радоваться смотрите какая долинка уютная это все сосновые лиственные леса перемешанные а тут смотрите прям идиллия такая да это тоже долина в которой разливается река удобряет ее и там адская по дороге ну смысле адская хорошем смысле и выглядит сама деревня получше чем город значительно и горы красивые там вот жгут древесный уголь они у них нет газопровода они до сих пор топят дровами и углем но это кстати не приводит к тому что вырубили весь лес потому что он успевает быстрее вырасти растет видимо с огромной скоростью тут нету каких-то огромных территорий без леса совсем лес есть везде но опять же везде топит углем но не топит а для приготовления пищи используют а вот местный малец он как раз принадлежит к производителям древесного угля я видел он там помогал вон его видимо сидит мама наверное я видел что он помогал ей эти собирать палки для жжения бонжур всем привет я тут несу воду домой решил пока финальные мысли про мадагаскар сказать да значит у меня сложилось двоякое такое впечатление конечно нужно ехать еще нужно ехать надолго я в этот раз не успел заехать на добычу не посмотрел какие-то прибрежные районы там вот мне очень понравилась сельская местность природа очень понравилась природа там конечно уникальная ученые вообще из-за того что там так много эндемиков животных растений называют мадагаскар часто отдельным континентом даже да вот но ситуация в городе особенно криминальной ситуациями не очень понравилось а правильно сказать вообще не понравилось я когда вернулся почитал уже оказалось что в данный момент на мадагаскаре именно голодают то есть по-настоящему голодают то есть страдают от того что у них нет еды примерно два с половиной миллионов людей из них концу года этого могут помереть от голода именно до 300 тысяч человек почему так потому что это я домой захожу ворота потому что у них на юге острова уже два с половиной года засуха поэтому возможно ну естественно оттуда уехал очень много людей в центр на север острова да возможно так объясняется такое огромное количество странных людей в столице я не знаю как там было до голодухи да так тут сейчас немножко темно пока будет но в данный момент ситуация мне не очень понравилось поэтому вы вывод какой нужно ехать еще нужно ехать смотреть изучать рассматривать анализировать но пока в данный момент например столице или где-то в центральном регионе я бы жить бы не хотел вот про еду даже ничего не могу сказать потому что просто сейчас я воду поставлю об потому что просто не успел попробовать ну вот собственно вывод какой надо ехать еще я думаю вы со мной согласны что надо ехать еще снимать смотреть вот и все изучать страна интересная самобытная культура очень интересный у них да поэтому запишем поставим галочку на будущее что мадагаскар требует дальнейшего изучения и анализа всем пока я надеюсь вам было интересно ждите скоро будут еще видосы создадим